Новые фрески, избирательная надпись и уличный знак Помпей Блоги археологии об археологии просто 18-24-09 и Янв 2019 сложность 1.4 Юлия Летова Помпеи, шаг за шагом Новые фрески, избирательная надпись и уличный знак Помпей Продолжаем подводить итоги осеннего сезона археологических раскопок в Помпеях В предыдущем блоге на эту тему мы рассказали про находки предметов домашнего обихода Открытые в доме Юпитера, доме Юлия Полибея и в ряде других мест Теперь речь пройдет про новые фрески и настенные надписи О них рассказывает Юлия Летова, автор сайта Помпеи, шаг за шагом Новые раскопки в районе Помпеи открывают миру все новые древнеримские фрески В том числе и сюжетные и фигуративные Например, традиционный герой росписи Купидон На знаменитых фресках дома Витте в Помпеях маленькие шалуны чем только не занимаются Изготавливают монеты, вино и благовоние Катаются на колесницах, запряженных оленями А один оседлал даже краба Стреляют из лука, пекут хлеб, плетут гирлянды из цветов и т.д. Своей жизнью амуры живут также на фресках дома Марка Лукреция Дома Марка Фабия Руфа и других помпейских владений Известный нам дом дельфинов Кассо де Дельфини Продемонстрировал полностью расчищенную стену с черным купидоном Купидон Парко археологико де Помпей Поделиться В доме вдоль улицы Везувия Вайадел Везувио Который пока не имеет никакого названия Открыто уже несколько помещений с прекрасной живописной отделкой Фауцы пространства или помещения при входе в римский дом дарят нам фигуру приапа, взвешивающего свой фалос Такая роспись в Помпеях уже известна также при входе в дом богатых вольноотпущенников Веттиев нас встречает приап, занятый тем же самым Это изображение несло в себе доброе пожелание изобилия в доме, которое, как известно, дороже золота Приап из дома Веттиев Парко археологико де Помпей Поделиться Приап античный бог плодородия, которого Гера, супруга Зевса, наградила гротескной внешностью с сильно увеличенными половыми органами Тем не менее, в отличие от наших дней, в древности фалос являлся символом благополучия, богатства, хорошей торговли, а также был апотропеем То есть защищал своего владельца от сглаза Приап из новых раскопок Массима Озиана Поделиться Приап из новых раскопок Массима Озиана Поделиться Новый помпейский приап, к сожалению, в самом прямом смысле потерял лицо непонятно, по какой причине и кем оно было уничтожено В связи с этим изображением стоит упомянуть и о вновь открытом в В В Районе уличном знаке с изображением фалоса Уличный знак в виде фалоса Наполи.Република Поделиться Подобные знаки на стенах улиц часто встречаются в Помпеях, и далеко не всегда они так неприличны с нынешней точки зрения Среди них можно найти как изображение инструментов или геометрических мотивов, так и животных и людей Однако, как уже говорилось выше, именно фалос наполнен благожелательным смыслом и несет в себе защиту от сглаза, поэтому он не рядок на стенах Помпей Уличный знак в виде фалоса Парко археологико де Помпей Поделиться Кстати, под уличным знаком расчищена и новая избирательная надпись, призывающая голосовать за капрасие одного из претендентов на должность Думвера в Помпеях Вероятно, это касается уже известного из нескольких подобных объявлений об лавитте капрасия Феликса Но вернемся в дом на улицу Везувия Одна из кубикул дома, так назывались спальни у древних римлян, еще не освобожденная на тот момент полностью от лапильи, уже явила свету свою прекрасную отделку Верхняя, открытая часть стен комнаты украшена многоярусным фризом, с которого свисают пинаки Так в античности назывались картины на деревянных досках, часто использовавшиеся как приношение в храмы На одной из таких пинак изображен морской пейзаж, на другой натюрморт Пространство между пинаками оживляют миниатюрные птицы и животные Именно в этой кубикуле из-под вулканического мусора появился женский образ спартанской царицы Леды, матери прекрасной Елены Любовная сцена Леды и Зевса в образе лебедя На стене другого помещения в этом же доме открыт еще один женский портрет На этот раз в медальоне Конечно, хочется видеть в этом портрете одну из обитательниц дома Но, скорее всего, это идеализированное изображение какой-нибудь римской добродетели Женский портрет в медальоне Парко археологико де Помпей Поделиться Женский портрет в медальоне Массимо Озана Поделиться Такие живописные украшения стен они также называются Тондо нередки в помпейских домах В Тондо помещали портреты богов и богинь, известных трагиков или комедиографов Преимущественно, конечно, греческих, мифологических героев и фантастических персонажей Дом с садом В этом сезоне регулярно фигурируют в новостях В одном из помещений обнаружена сделанная углем надпись, уточняющая дату извержения Везувия в 79 году Здесь также очищена комната в так называемом Ие и стиле древнеримской настенной живописи орнаментальном В новых раскопках Вей района комнату, оформленную в Ие и стиле, нам уже демонстрировал летом дом Юпитера Однако здесь, в доме с садом, Ие и стиль более прихотлив, он включает в себя мифологическую составляющую Каждая стена в комнате разделена на три панели Центральную, красную, панель украшает пана с сюжетом Предположительно, на одном из таких пана изображена Афродита с Эротом в обществе Адониса Или, возможно, Париса, на другом, к сожалению, неполном из-за обрушения верха стены Можно различить и рота, и нижнюю часть тела, видимо, богини Кажется, они развлекаются рыбалкой Настенные украшения в доме с садом Парко археологико дипомпей Поделиться Настенные украшения в доме с садом Парко археологико дипомпей Поделиться Настенные украшения в доме с садом Парко археологико дипомпей Поделиться Панели справа и слева от центральной выкрашены в желтый цвет И скромно украшены декоративными архитектурными элементами Доставшимися ей стилю в наследство от ей стиля На боковых панелях стен с Афродитами в центре художники Разместили небольшие рисунки Довольно распространенные мотивы в помпейских росписях К сожалению, уцелели только два из них Маленький пухлый купидон и тондо медальон с женским портретом На этот раз портрет выписан с гораздо большим тщанием Нежели в доме на улицу Везувия И сохранился не в пример лучше Купидон на стене в доме с садом Парко археологико дипомпей Поделиться Тондо с женским портретом на стене в доме с садом Парко археологико дипомпей Поделиться В росписи нижнего яруса стены этой комнаты использованы растительные мотивы и традиционные архитектурные и орнаментальные элементы по черному фону Соседняя комната, а на самом деле помещение под портиком, который мы видели на последней фотографии в предыдущем выпуске нашего блога, расписана в тех же цветах, что сам портик и комната с Афродитами, в красном и желтом с нижним черным ярусом Центральная панель правая от входа стены украшена пана с изображением какого-то культового праздника на фоне пейзажа Здесь на полу сохранилась черепица обрушившейся крыши портика Центральная панель одной из комнат в доме с садом Парко археологико дипомпей Поделиться Изображение праздника на фоне пейзажа Парко археологико дипомпей Поделиться Центральная панель одной из комнат в доме с садом Парко археологико дипомпей Поделиться Еще одна представленная журналистом комната тоже оформлена в Ие и стиле, на этот раз более скромном. Роспись здесь украшают лишь стилизованные архитектурные элементы, зато для фона нижнего яруса вместо черного цвета выбран яркий жизнеутверждающий помпейский красный. Комната в доме с садом, оформленная в Ие и стиле. Поделиться. Владение через дорогу от дома с садом дома Питера, с которым мы тоже уже знакомы, очищается помпейскими археологами не менее активно. Два помещения освобожденных от Лапелли нам показали еще летом комнату в Истиле и комнату с канделябром. И вот еще два новых одной из расположенных вокруг Атрия, через стенку от комнаты, оформленной в Истиле. Атрия – главное помещение в римском доме, где встречали гостей. Просторное и высокое, оно обычно имело по двум сторонам несколько небольших комнаток, часто даже без окон, кубикул спаленок. Очередная такая кубикула открывается нам в доме Юпитера. Она отделана в Ие истиле, а значит, как мы уже знаем, получила этот декор в первой половине века нашей эры, до землетрясения 62-го года в Помпеях. Расположена она через стенку от комнаты в Истиле. Минималистичный Ие истиль с изящной прописью деталей и спокойной палитрой цветов сильно поврежден извержением. Кубикула, оформленная в Ие истиле, в доме Юпитера. Парко археологико де Помпеи. Поделиться. Именно в этой комнате, расчистив ее до конца, археологи нашли также разбросанные сосуды и мозаичный пол, о котором мы также уже рассказывали. Второе помещение, тоже в Ие истиле, расположенное за известной нам комнатой с канделябром, подверглось во время извержения вулкана пожару. Об этом свидетельствуют следы открытого огня на нижней части, украшенной росписью стены и сгоревшие остатки чего-то органического на полу. Несомненно, здесь стояла какая-то деревянная мебель, предположительно кровать, которая и оставила о себе такое вот напоминание археологам, следы пожара на стене в комнате в доме Юпитера. Парко археологико де Помпеи. Поделиться. Как и дом с садом, дом Юпитера не избежал народного творчества гостей или самих хозяев. В вестибуле, декор стен которого сделан в истиле, обнаружены граффити с надписями и рисунками. Граффити на стене вестибула в доме Юпитера. Массимо Азана. Поделиться. А в следующем нашем выпуске речь пойдет о найденном археологами Валараре небольшом домашнем святилище, открытом археологами в районе Помпей.